День календаря День календаря Государство делает подарки. В Бобруйске в ангиографическом комплексе накануне появился портативный аппарат ультразвуковой диагностики модели конца 2019 года. Его уникальность в высоких технологиях, диагностика патологии системы кровообращения сосудов нижних и верхних конечностей, а также УЗИ сердца через пищевод. Этот аппарат имеет набор датчиков. Один из них через пищеводный. Это вообще новинка для нашего города. Такого датчика нет ни на одном аппарате. Исследуется сердце через пищевод. Это позволяет нам уточнить диагноз заболевания сердечно-сосудистой системы, если какой-то сложный случай, например. Проводить исследования специалисты могут не только в ангиографическом кабинете, но и даже у коки пациента, если он, например, не подлежит транспортировке. Раньше люди с такими диагнозами направлялись в Мгирев или Минск. Теперь все стало проще. С помощью УЗИ аппарата уже обследовали первого пациента. Плюсы этого оборудования, отмечают медики, можно перечислять долго. Цветовое доплерское кортирование. Есть 2D режим, есть импульсный доплер, есть 3D, 4D изображение. Можно производить видео того, что мы снимаем. Есть группа очень сложных пациентов, для которых данный аппарат, он как бы просто необходим. Есть то, что мы не могли увидеть на наших аппаратах. А теперь у нас появилась эта возможность. В субботу на главной площади собралось руководство города, администрации районов, общественные организации, трудовые коллективы и обычные бобруйчане, которые готовы сохранять и приумножать переданное предками. В 10 часов все желающие возложили цветы к памятнику Ленина. Сразу после стартовал городской автопробег за Единую Беларусь. Путь автолюбители держали в селу Борки. Мы сегодня и все последние месяцы должны защищать нашу страну. Должны делать то, что мы обязаны сделать во имя памяти тех, кто пал за нас. Мемориальный комплекс памяти сожженных деревень Могилевской области в Борках в июне открыл глава государства. 78 лет назад здесь за один день фашисты расстреляли и сожгли более 2000 мирных жителей. Эскизы были разработаны группой молодых скульпторов и архитекторов. Это улицы с фрагментами обгоревших стен домов. Оставленные в них вещи символизируют внезапно прервавшуюся мирную жизнь и беззащитность перед жестокостью. Установлены композиции «Беларусь, скорбящая мать», пламя – образ разъяренной стихии и колодец – место траура и памяти о замученных детях. В конце улицы – камень с посланием к потомкам и парк, олицетворяющий собой жизнь. Я хочу жить спокойно в Беларуси, спокойно зарабатывать деньги, чтобы никто не мог нарушать нас спокойный мирный труд и сон. Под лучи горячего не по осеннему солнца полсотни машин проехали около 50 километров, чтобы отдать дань памяти погибшим мирным жителям. И чтобы в такой знаковый день в очередной раз показать. Бобруйчане от малой до велика знают и помнят историю своей страны и не готовы терять сегодняшнюю стабильность. Беларусь! Беларусь! Ни народ этой гордой и сильной страны. Беларусь! Беларусь! Только если мы вместе, тогда мы сильны. Мы движение вперед и ни шагу назад поднимается в небо победный наш флаг. Беларусь! Это край необъятных полей, свежей башни. Кристина Рианц, Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели.